Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Я сегодня немножко попозже. Ну, конечно, вчера вот ездил к своему врачу, к врачихе вернее. Поздно приехали, поздно лёг, поздно проснулся. Ну, вообще-то с пользой я вчера съездил, потому что, ну, сам по себе факт. А это у вас болит? Нет. А вот это болит? Нет. А какие у вас жалобы? А нет у меня жалобы. Ну, ладно. Ну, зато это... Она мне выписала. Я так спросил просто наобум. Говорю, а вот, может, есть что-нибудь вы выпишите мне? Ну, мне тяжело. У меня два месяца как бросил курить, и всё-таки ещё осталась абстиненция. Она говорит, да вот, есть, оказывается, конфетки какие-то. Там в каждые два миллиграмма никотина. Ну, ладно, хорошо. И на обратном пути смешной случай. У меня жена, ну, конечно, её хлеб не корми, дай в магазин заехать. Заехали в магазин. А там русский район, и магазин тоже, ну, такой, Garden Fresh он называется там. Ну, там еда, короче. Большой магазин. Вот. И русский район, и там, естественно, и продавцы тоже русские, ну, и публика тоже русская. Ну, вот, мы закупили жену. Я с коляской стою, ну, с этой стережкой. Она говорит, подожди, я сейчас вот ещё сбегаю туда. Ты постой здесь с тележкой, а я сейчас там вот ещё посмотрю. Говорю, ну, ладно, хорошо. Возле кассы. Ну, стою, жду, да. Вдруг сзади доктор Влад. Думаю, нифига себе. Вот. Ну, мужчина подходит в Игорь доктор. Я говорю, ну, конечно, я, да. Ну, мы вас смотрим так. Ручки пожали друг другу. Думаю, ничего, пельмень, да. Я из дома выхожу раз в полгода. Вы представляете, насколько это вот по теории вероятности это почти невозможно. Там 0,0,0 процента, что я вышел, вдруг меня кто-то увидел. Ну, ладно, хорошо. Давайте новости посмотрим. Американский сенатор назвал Face Application угрозой национальной безопасности. Русский какой-то изобрели приложение какое-то Face App. Вот. И... Ну, там... Там можно вот себя фотографию загрузить, да. И можно менять прическу, даже пол, возраст, добавлять макияж, татуировки. Ну, и она давно изобретена, но сейчас новая волна популярности. Но дело в том, что они там требуют по... Ну, вот когда это ставишь программу, чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным. Ну, это вот... Это не очень хорошо. Я вот этого американского сенатора понимаю, что это действительно... Это... Не помню... Кто-то мне тоже... Ну, тоже вот в интернете требовал, значит, предоставить полный доступ и... Типа, безграничные пользования моей стихии, там что-то такое. Я говорю, вы что, ошалели? Не помню, давно было. А мне эта девушка, ну, которая, значит, председатель фирмы, говорит, да нет, что вы, ну, это так вот, условно просто вот, ля-ля-ля-ля. Я говорю, не, мне это не надо. Ну, вот, да, действительно. Лучше эту программу вообще не загружайте, жирь без неё и поживёте. Точно вам говорю. В Петербурге задержан продюсер Рушан Насибулин и предприниматель Александр Внучкин. Что интересно, ну, в общем, они там якобы причастны к хищению 20 миллионов рублей. Но вот этот вот Насибулин Рушан, да, он друг главы счётной палаты Алексея Кудрина. Я вам говорил, его будут зажимать, этого Кудрина. Он слишком много говорит не тех слов. Ну, вот сейчас его друга арестовали. Вот так вот. Медведевских друзей тоже арестовывали. Так что это, это у них в порядке вещей. В Шереметьево на 6 часов задержали рейс во Владивосток с детьми. Ну, это вот первая статья. Вообще их задержали на 12 часов. Пассажиры являются детьми со всего мира, которые должны вылететь на смену Дети Мира во всесоюзный центр, детский центр «Океан» в Владивостоке, да. И вот на 12 часов их задержали, там спали на полу все. Ну, кое-как, короче, их туда это. А задержали, ну, они уже туда прилетели. А задержали по техническим причинам и второй самолет пустили. А первый оказался негодным. Надо же. Так, Тереза Мэй назвала слова Путина об устаревшей либеральной идее. Вот это его знаменитая речь, да. Циничной ложью. Ну, правильно назвала. Я тоже самую говорю. Все, что... Я вам больше скажу, уважаемый товарищ Мэй. Вот все, что Путин открывает рот, когда он открывает рот, и все, что он говорит, это все циничная ложь. Ну, да хоть либеральная идея, хоть вообще все, что угодно. Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшим образованию. Россияне не считают наличие образования обязательным для высокооплачиваемой работы. Ну, тут какие-то проценты даются. Ладно, ребят, в Америке образование обязательно для высокооплачиваемой работы. Вот просто обязательно. Это нормально вообще-то по-человечески? Если у тебя нет образования, ну, работай там на 8 долларов в час. А если есть образование, ты можешь получать и 20, и 40. Вот, и сколько вылезет. Так что, если вы в Америку соберетесь, то... Вот, имейте это в виду. Страшные фотографии. Илья Варламов, блогер. Он проехал по Тверской области. Ну, вот эти вот развалившиеся дома. Вот эти старики, которые живут там, бог знает как. Только свет там есть, воды там нету. Газа нету. Ну, и что? Вот как они там живут? Неизвестно. Роза Никитична, ей под 80. Еще там кто-то 90 лет с собакой живет. Ну, вот еще у Розы Никитичны более-менее. Что она женщина. А вот старики. Тут вообще дома просто ураган. Две собаки, три кошки. Юлия Георгиевича Кабакова, 74 года. Он живет в разваливающейся избе. С собаками, малышом и мусей, и тремя кошками. Да, вот он. Ставли весь уже. Самосад курит. Это ужасно. Это настоящая Россия. Это не та Россия, о которой говорит Путин и все остальные. Это вот настоящая Россия. Понимаете? Я такое видел. Ладно. Почитайте, посмотрите. Если кто-то думает, что все живут как в Москве. Правительство России сегодня рассмотрит вопрос о выделении 16,5 миллиардов рублей пострадавшим от наводнения. В Иркутской области. Ребята, как это происходит? Я вам сейчас объясню. С наводнением никто бороться не собирался. Почему? Потому что чем больше размоют, тем больше денег выделят из правительства. Чем больше денег выделят, тем больше можно наворовать. А им думаете, что достанется? Там как вот эти деревни с мылой водой. Никто там ничего строить не будет. Я вас уверяю. Кое-как. Ну, не то, что кое-как. Конечно, эти деньги освоят. В кавычках. И отчитаются. Но этим людям ничего не достанется. И как-то расселятся по родственникам. Да. Интересное дело. В России может быть отменен льготный НДС на пальмовое масло. Ну, его слишком много закупают. Значит, Россия к началу года импортировала более 400 тысяч тонн пальмового масла на 256 миллионов. На четверть миллиарда долларов, короче говоря. Ну, отменит льготный НДС. Ну, просто ваше молоко, кефир, творог, куда добавляют пальмовое масло. Просто будет стоить дороже. Вот и все. Греликисты. Что придумали, да? Это как в том старом анекдоте. Водка подорожала. Что, говорит, папа, ты будешь меньше пить? Нет. Говорит, это ты будешь, сынок, меньше есть. Ну, вот так. То же самое. Президент Украины Владимир Зеленский распорядился упростить предоставление гражданства страны. Ну, это вот он в пику Путина, который предоставляет гражданство там украинцам. Ну, я не знаю, стоит ли в эти игры играть. Он же шулер Путин. У него в каждом рукаве по четыре тоза. Зря, мне кажется, он в это дело ввязывается. Ну, посмотрим. Дождались пришедших в суд, избивает спецназ. Лев Пономарев, правозащитник. Ну, да, я вам рассказывал. Да, пришли в суд. Влетели туда космонавты, начали всех молотить дубинками. А ничего из этого не будет, ребят. Абсолютно. Ну, вы хотите там жить в такой стране? Ну, живите. Что я могу сказать? Никого за это не накажут. Наградят. Можно убить невинных и избежать последствий. Ну, вот это насчет МН-17, этого Боинга. Вот в письме, который написали родственники погибших, они написали так. Нельзя убить невинных и избежать последствий. В России можно. Да и мало того, Россия просто так и живет постоянно. Кто ответил за массовые репрессии против своего народа? Никто. За захват власти, за войну с Чечнёй, за Беслан, Норд-Ост. Кто-нибудь ответил? Нет. Никто никогда не ответит. Не знали подлые российские и советские власти своего Нюрнберга. Не научили их отвечать за свои преступления. И не научат. А кому учить? У них атомные бомбы есть. Коммунизм, нацизм. Антон Орех пишет. Ну, вы знаете, что в Украине приравняли коммунизм к нацизму. Ну, в общем, он пишет. Интересно вообще, Орех. Для меня большевики хуже фашистов. Это вот Орех, да? С фашистами всё ясно. Они враги. Они пришли завоёвывать и убивать. Но они пришли завоёвывать чужую землю, убивать чужой народ, который за людей-то не считали. А большевики уничтожали свой народ, своих граждан. Уничтожали с 1917 года и до смерти Сталина систематически, задорно промышленным способом и ударными методами. Убивали своих гражданскую, красный террор, погубили миллионы во время коллективизации, голодом умолили миллионы, репрессировали миллионы и до войны, и после войны, даже во время войны. Уничтожали сперва лучших людей, потом уже всех подряд. И это не считая миллиона тех, кто вынужден был из страны бежать во время разных волн эмиграции. Ну, вот я волна эмиграции, да. Чем же эти мерзавцы лучше нацистов? Да ничем, хуже. Так что молодцы украинцы. Ну, я тоже согласен с этим. Так, ребята, на Калининской АЭС отключили блоки. Ну, тут бла-бла-бла, что ничего страшного. Бла-бла-бла, опять же. Подключим, подключим, но это очень не здорово. Вот это станция. Энергоблок был запущен в 1984 году. Представляете, насколько оно там все старое. Экстренные службы проверяют информацию о минировании аэропорта Шереметьево. Ну, вроде ничего. Яндекс запатентовал технологию определения дохода пользователей гаджета. Ребята, а ведь элементарно это делается. Анализ данных GPS, сервисов и приложений, которые использует человек в своем мобильном устройстве, а также аудиоверсии, визуальных и текстовых файлов. Конечно, если человек чем-то занимается, да, ну, это все, всегда можно по телефону все можно узнать. Вот Яндекс сейчас собирается этим заниматься, ваш, узнавать ваш доход, да, ваш уровень дохода, чтобы вам что-нибудь впарить, да. С Кевина Спейси сняли обвинение в сексуальном насилии. Короче, там они представили документы, ну, якобы он там кого-то изнасиловал. Документы с телефона. А эти говорят, а где сам телефон? А мы его потеряли, мы его потеряли. Ну, в общем, брехня это все. Насчет Кевина Спейси я просто не верю. Вывезенная в Течнюре россиянка назвала причину побега из дома. Ой, у меня двойки были, это она говорит. Никто у меня замуж не собирался отдавать. Вы что? Нет, у меня двойки были по этому, ну, вот где она училась, да. И вот я что-то там это психанула, приехала в кризисный центр. Проблема с учебой. Ну, надо же, а? Ой, да. Власти республики отрицают практику насильного замужества и называют эту историю ложью, ложью. Опорочили регион. Ну, вы все поняли, да? Так, и все у меня на сегодня, все на утро. Посмотрите Хэмптон, округ Сафолк, штат Нью-Йорк. Это уже от Антона. Сколько тут? Шесть минут. Ну, я по целикому поставлю. Пока-пока, доктор Уатт, с вами. А вот тоже кушают, уже завтрак в ресторане. Ланч. И паркинга уже практически нет. Это, получается, центральная улица, вот эта? Нет? Да, да. Центральная, да? Ну, тут несколько таких центральных. Всем доброго времени суток. С вами дежурный по Нью-Йорку Антон. И сегодня мы с вами находимся в городе Хэмптон. Это Лонг Айленд, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки. Ну что, гуляем? Итак, после моей часовой прогулочки по зеленой дороге с пляжа Куперс Бич, я попал в город Хэмптон. Это абсолютно небольшой городок, и как я себе его обозначил, четыре улицы туда, четыре улицы сюда. А я шел по той дороге, как меня везли на машине. Вот это, как я понимаю, стоит кинотеатр. Итак, город Хэмптон находится в округе Сапфол в штате Нью-Йорк. И, как я уже говорил, весь Лонг Айленд известен высоким уровнем жизни населения. Хочу обратить ваше внимание на табличку на лавочке. Иногда на лавочках прикреплены вот такие таблички, на которых указаны, в честь кого установлена эта лавочка или по какому поводу. Что мне бросилось в глаза в городе Хэмптон? Так это количество флагов Соединенных Штатов Америки, чуть ли не на каждом столбе, и большое количество машин с открытым верхом. Округ Сапфол является одним среди самых богатых округов США, и в нем взимается второй по величине налог в стране. То есть вы должны понимать, что чем богаче люди, тем больше они платят налога. В недавнем прошлом северные территории округа Сапфол, ранее занимаемые полями картофеля, преобразились в винодельческие плантации. А юг Сапфолка популярен своими пляжными курортами, включая всемирно известные Хэмптон и Монток. В этом округе есть две индейские резервации – Пуспотуб и Шинякок. Они являются исконным жилищем коренных американцев. Большинство мест на острове носят оригинальные названия. Но число белокожих жителей в Сапфолке преобладает. Я вот сейчас иду по траве, по этой зеленой лужайке, и вы знаете, трава здесь все время такая густая, и вот когда на нее наступаешь, даже вот не чувствуешь, что там под травой есть земля. Здесь, как в любом парке, детские качели, фонтан, ну все как обычно. Вот видите, для меня это уже все обычно. А дальше вы видите озеро. Вообще воды здесь очень много везде. Если это не океан, значит это река. Если это не река, значит это какой-то залив. Если это не залив, значит это озеро. Ну в общем везде воды очень много. Ну и туалет, ребята, святое дело. Показываю вам туалет. Естественно он бесплатный. И поилочка рядом. А это, видимо, просто какая-то экскурсионная машинка стоит. А на этом темном доме с белыми колоннами написано, что это дом ветеранов. А вот этот дом рядом выставлен на продажу. Вот там на объявлении написано For Sale. Ну и теперь я перехожу непосредственно к городу Хэмптон. Город Хэмптон это город, расположенный в юго-восточном округе Саффолк, штат Нью-Йорк. Частично на южной развилке Лонг-Айленда. По данным переписи населения США в 2017 году, население города составляло 58 439 человек. Я вот вижу, тротуарчики здесь очень узенькие. Но, видимо, потому что здесь проживает не очень много людей. Ну, а сегодня еще будний день, да еще и дообеденное время. Хотя я прекрасно понимаю, что основная масса людей здесь просто туристы или просто отдыхающие. И вот вы видите, я вам показываю. Магазинчики, магазинчики, магазинчики. Одни магазины по всей улице. Вот какой большущий флаг висит. Похоже, сильно фирменный какой-то магазин. Но специалисты сейчас в комментариях мне подскажут. Ой, вот сразу увидел пожарный гидрант. Видите, желтенький? Ну, флаги, флаги. Прям везде висят. Полно флагов. А это указатель улицы, где я сейчас нахожусь. На этом все. Спасибо за внимание. Мы с вами не прощаемся с городом Хэмптон. У меня будет еще один ролик, поэтому не уходите далеко и надолго. Ну и, конечно же, немножечко красоты сюда. Продолжение следует...